привет друзья вот и выдалась у меня свободная минутка и как раз появилось время сделать обзор с разбором катушки сенайт galaxy в 3000 размере давно я его обещал и вот сегодня мы как раз этим займемся ну давайте сначала том как она пришла вот то есть в каком состоянии значит на роторе люфт очень-очень минимальный есть то есть он в принципе даже незаметный на камеру скорее всего даже не видно то есть есть очень небольшой люфтик на камеру наверное это не видно есть люфт так сказать получается между главной шестерней валом главной шестерни и подшипника то есть есть небольшой люфтик в принципе на большинстве катушек так и вставляют то есть никто от него не избавляется то есть люфтик очень такой незначительный просто я ну пока катушка у меня есть видел несколько обзоров на такую катушку и там люфты были просто просто гигантские посмотрим сейчас разберем посмотрим как будет сам подшипник на валу сидеть и уже будем принимать так сказать решение нужно что-то с этим делать или нет по самой по ходу катушки то есть ход катушки легкий но тяжелый старт то есть вот если чтобы стартануть начать крутить надо приложить усилия дальше она уже сама как бы легко крутится а вот стартануть тяжеловато ну как говорят у меня кстати это первая катушка с бесконечником я не знаю но говорят что все катушки с бесконечником тяжело стартует так это или нет я не знаю врать не буду но старт действительно тяжеловат ну и сама катушка тяжеленькая кстати насчет веса сейчас мы все это взвесим посмотрим и вернемся к ее коробке кто смотрел распаковку этой катушки тут помню что она пришла в такой разбомбленной коробки но тем не менее данные прочитать можно так передатка 51 к одному без катушки заявленные 280 грамм максимальная нагрузка на фрикцион 6 килограмм 13 подшипников 1 запасная шпуля и подшипники идут двоенный дам так идем дальше так хотел я ее взвесить тут у меня совершенно случайно рядом есть весы сейчас мы вами катушечку взвесим так можем на весы до принципе вот сейчас сделаем что прям посередине 275 грамм то есть даже меньше чем заявлено 280 275 нормально пойдет она действительно тяжеленькая для своего размера но это все благодаря бесконечнику и вот ее даже в руках держишь она как бы клюет носом то есть шпуля здесь металлическая то есть катушка такая скажем не хлипкая я так думаю использовать ее можно вполне в силовых каких-то видах ловли кстати я хотел эту катушку поставить на либо на пикер либо на спиннинг для твичинга вот посмотрим когда намотаю плетенку посмотрим фрикцион вот меня по ощущениям что фрикцион прям какой-то дубовый вот я чуть-чуть повернул и он все как она будет сбрасывать не знаю то есть если он такой дубовый останется то на пикер она однозначно не подойдет потому что с тонкими поводками будет проблема на вываживание тонко его отрегулировать в принципе нет тяжеловато будет потому что чуть-чуть поворачиваешь все он уже прям тяжело идет скорее всего на пикеры эта катушка не пойдет поэтому я рекомендовать ее для этих целей абсолютно не могу фрикцион на самом деле не тонкий то есть вот считайте вот так допустим поставили легко крутится сделаю один оборот и все фрикцион уже прям тугой получается с тонкой настройки не получится поэтому с вываживанием тонкие поводки будет проблематично ну все давайте разбирать прошлое видео с разбором катушки получилось достаточно длинным поэтому весь процесс показывать не буду только какие-то основные главные интересные моменты и вот первый из интересных моментов это наличие подшипников внутри шпули сколько их там я не знаю но по схеме которая была на сайте а может быть коробки есть да в коробке есть схема сейчас мы достанем там по моему даже несколько прошивников стоит на самой шпуле так вот кстати взрыв схема может кто-то кому-то интересно кто-то потерял можно поставить на паузу посмотреть и собрать катушечку так по схеме здесь а в схеме кстати вообще не указано я во всяком случае не вижу чтобы здесь не на штоке ротора нигде нету таких нигде нету чтобы стояли подшипники именно здесь поэтому то что они там стоят но это факт действительно это видно но давайте попозже разберу и посмотрим значит здесь что здесь все стандартно на роторе гайка ротора стопорный винтик тут одна у нас стоит шайбочка всего-навсего трещотка и сама трещотка абсолютно стандартная никаких новшеств нету шпуля алюминиевая фрезерованная вот качество вполне себе неплохое под клипсой есть пластиковая прокладочка чтобы плетенку беречь в принципе все сделано качественно что не скажешь о школе которая запасная она идет какой-то пластик типа карбон абсолютно простая внутри естественно никакого подшипника уже нет с обычная литая шпулька но тем не менее вот этого как обычно от литья вот здесь остается бортик такой его вот здесь вот с внутренней стороны нет это уже хорошо то есть это уже более-менее качественно так идем дальше ручка крепится на катушке винтом естественно ручка переставляется как под левую руку так и под правую сама ручка одежда сделана здесь из карбона ну а вся капуча на вид но она так и по ощущениям карбон кноп в кнопе люфта нет разобрать кнопка не знаю получится нет попробую потом посмотрим если не найдем подшипники будем искать и в кнопке может быть получится разобрать так ротор откручиваем кстати откручивается он в правую сторону то есть резьба левая так здесь есть утолщение в корпусе ротора для предотвращения проворачивания ну и идет такая металлическая как шайба проставочка дополнительная защита от проворачивания кстати насчет дужки лесоукладывателя срабатывает она очень четко прям отлично но с большим таким усилием прям пружину чтобы жать надо приложить значительные силы то есть сама сбросов точно не будет это сто процентов но все-таки вот что тяжеловато лично мне не очень удобно за целый день у так нащелкаешься уже под надоест так идем дальше открутил дужку лесоукладывателя и смотрите что мы здесь видим то есть уже интересные моменты есть первый интересный момент это наличие вот такой латунной втулочки вот этой вот то есть она очень редко встречается на катушках но это очень положительный момент то есть тушка будет ходить очень и очень долго то есть очень часто вот этот сам само место куда кручивается болт она очень часто ломается и вот этот пластик вокруг тоже бывает стирается здесь стоит латунная такая втулочка причем все это смазано так что в этом плане здесь большой большой плюс так снял ролик что мы здесь видим шайбочка идет и ролики стоит подшипничек я думаю прекрасно это видно один ли он сейчас мы посмотрим до подшипничек один вот но он стоит это очень очень хорошо страны возвратной пружины все тоже в порядке все перемазано сам гусак который идет в пружине тоже металлический так что ходить будет очень очень долго но разбирать здесь нет смысла поэтому этот узел в порядке а вот тут начинается самое интересное смотрите муфта обратного хода стопор обратного хода и вот такой косяк здесь корпус торчит то есть ну на работу катушки это конечно не влияет но уже неприятно то есть косячок такой прям скажем вообще неприятный некрасивый давайте смотреть дальше может там еще какие сюрпризы есть и так открыл я крышечку верхнюю подшипник крышки сидел ну я бы сказал не плотно побалтывался маленько ну а тут вообще интересно да то есть смазка видите как идет по шестеренке вообще с наружной стороны взять тот кто мазал просто перепутал с какой стороны надо мазать либо смазка была у него немереном количестве там тоже так что смотрим дальше видимо дальше будет еще интереснее да со смазкой тут конечно вообще все интересно вот снял главную шестерню и вы все сами прекрасно видеть смазки не то чтобы много видимо ее вообще очень и очень много чем там где она абсолютно не нужно но тем не менее хоть в таком варианте она есть в принципе зубья смазки то есть принципе катушкой можно пользоваться изначально с коробки внутри идет вот бесконечный винт кстати работает очень очень плавненько я даже сказал превосходно непонятно почему тяжелый старт вообще вероятность того что тяжелый старт исключительно из-за неправильной смазки очень большая то есть все взять промыть все полностью перемазать окажется он будет гораздо гораздо лучше и приятнее что впрочем я сделаю перед тем как собирать так разобрал обгонную муфту и что мы здесь видим подшипник номер один обгонные муфти и с этой стороны под шайбочкой еще один подшипник то есть на обгонные муфти стоят два подшипника с обоих сторон здесь сразу видно другая смазка видимо очень хорошая розового цвета тоже гадость какая-то но стоит подшипничек надеюсь будет видно да вот то есть стоит подшипничек задней стороны вот такая противная липкая смазка здесь и осталось здесь у нас шестереночка который я тоже надеюсь есть подшипник да а нет они подшипник просто латунная шайбочка вот такая просто латунная шайбочка то есть никакого подшипника пластиковой в этой шестеренке нет сейчас если камера покажет вот здесь вот стоит подшипничек то есть как раз ответная часть нашего вала вот этого бесконечного то есть вот сюда самый кончик одевается подшипник то есть все нормально то есть на самой каретке подшипника нет то есть вот разобрал можете посмотреть здесь обычная пластиковая втулочка хотя вот с этой стороны смотрится как будто какой-то подшипничек стоит но на самом деле какого подшипника здесь нет и так разобрать все что можно я разобрал и давайте теперь считать подшипники значит в корпусе стоит один подшипник в ответной части в крышке стоит второй подшипник кстати по этому подшипнику смотрите люфтик именно на самой главной паре то есть люфтик прямо скажем серьезно надо будет попробовать как-нибудь его устранить так это получается у нас два подшипника еще два подшипника стоят у нас на бесконечнике то есть один вот сейчас на нем одет второй остался пока в корпусе это у нас уже 4 2 подшипника у нас стоят на ведомом валу это у нас уже получается 6 7 подшипник стоит в дужке в ролике лесоукладывателя это 7 подшипников разобрал я шпулю то есть вытащил все шайбы шайбы кстати очень толстые карбоновые в принципе если поиграть с шайбами то можно будет можно попробовать будет добиться более плавненького фрикциона но это кому как нравится и вот после разбора то есть убрал я фрикционные шайбы сейчас свет туда попадает я думаю на камеру должно быть видно количество подшипников которые стоят внутри шпули там их целых три штуки так у нас было 7 подшипников до 7 плюс 3 10 и разобрал кноп то есть сам кноп неразборный тут больше разбирать нечего но там прекрасно видно что стоит как минимум один подшипник ну и надеюсь стоит второй то есть если там стоит второй то получается у нас 10 плюс 2 12 ну и сама обгонная муфта как раз 13 то есть все как написано на коробке 12 плюс 1 подшипник роликовый то есть в этом так сказать в этом аспекте все честно никакого обмана нет ну и в принципе на этом все то есть осталось мне все это промыть перемазать и собрать катушку попробую еще кстати устранить вот этот люфт что подшипник здесь не болтался не знаю как получится нет кстати здесь вот то что нету продольного люфта здесь стоят две шайбы вот если будет видно здесь вот можно так сделать то есть стоят две шайбы регулировочные в этом плане они побеспокоились конечно но то что сам подшипник болтается на валу чем очень сильно я еще не проверял кстати как он на том подшипнике вот когда буду убирать смазку проверь держится но постараюсь этот люфтик убрать и в общем будем наматывать плетенку и смотреть что у нас будет с намоткой и так катушечку я перебрал перемазал убрал люфты и теперь вращение но если будет видно то вращение практически идеально то есть она и стартует легко и крутится вообще без проблем то есть никаких вообще признаков того что это какая-то плохая катушка катушка на самом деле очень неплохая особенно учитывая то количество подшипников которые стоят именно в нужных местах то есть вот эти три подшипника в шпуле это конечно небольшая необходимость но все остальные подшипники стоят там именно где они должны стоять даже в более дорогих катушках то есть более брендовых в бюджетных сериях подшипников гораздо меньше и если так положа руку натертся лучше пускай стоят китайские подшипники там где надо чем будут стоять фирменные чем не будут стоять фирменные будет стоять просто прямой контакт детали вращения допустим с пластиком там или с металл поэтому я считаю по своей схеме катушечка очень очень неплохая но внимательный зритель конечно заметил намотку намотка у нее явно и есть проблемка критично это проблема или нет покажет только испытание на воде то есть я не испытывал вот только намотал плетенку поэтому пока не знаю была у меня подобная ситуация никаких нареканий катушка не вызывала но была и другая катушка у которой вот эти провалы перед бортиками то есть также катушка не доматывает до краев шпули были провалы гораздо грубых глубже и катушка сбрасывала петли и заброс был скажем так не дальний потому что получается при забросе плетенка дважды цепляется сначала за один бортик вот за саму плетенку и потом за второй бортик поэтому заброс получается не таким дальний как будет с этой катушкой покажет испытание на воде ну а в целом вот катушка вот сейчас вот в каком она сейчас состоянии она практически реально идеальная то есть не рекомендовал бы использовать катушку эту если вы ее купили именно сразу из коробки потому что нужно приложить все таки некоторые усилия как минимум ее перемазать то есть отдать кому-то кто этим занимается либо самому перемазать но так в принципе за свои 2000 катушка очень и очень неплохая то есть если залазить в катушку за 2000 рублей и надеяться что там внутри будет все идеально как в катушке за 15000 хотя кстати тоже далеко бывает не идеально ну чем я считаю катушечка неплохая после небольших так сказать доработок она стала практически идеальной что с намоткой покажет время пока ничего сказать не могу но намотка скорее всего у меня есть такое подозрение раньше когда занимался именно китайскими катушками то была такая ситуация из китайцы у нас люди находчивые и они делали то есть тушка сама вот это корпус один он одного размера а шпули они комплектовали разные то есть просто менялись цифры и шпули были большего размера то есть например вот эта тушка на мой взгляд от 2000 катушки соответственно если сюда поставить сейчас шпулю от 2000 катушки то вот это расстояние будет меньше и как тут катушка будет прекрасно доматывать ну то есть от бортика до бортика поэтому братья китайцы наши как делали то есть вот тушка идет одна они просто меняют шпули то есть трехтысячная трехтысячная шпуля четырехтысячная четырехтысячная шпуля и были в этом месте даже не могла то есть нельзя было даже открыть дужку лесоукладывателя потому что она задевала за саму шпулю за гайку поэтому китайцы конечно люди находчивые но вот мне кажется именно по этой причине происходит недомотка здесь либо здесь стояла шпуля 2000 то все было бы прекрасно а на 4000 будет еще больше вот эти провалы на 4000 скорее всего будут вообще серьезные проблемы с забросами ну а вот эта трехтысячная катушечка я считаю достаточно неплохая если вот так положа руку на сердце спросить рекомендую ли я ее к покупке ну если у вас руки растут из нужного места то за 2000 вы получите очень неплохую катушку а если хотите купить сразу и пользоваться то лучше все-таки наверное найти какой-то другой вариант потому что катушка требует приложение все-таки усилий после скажем так доработок она будет работать прекрасно но если из коробки все-таки я бы не рекомендовал ее использовать все таки нужно с ней провести того в общем вот такая катушка надеюсь этот обзор кому-то поможет с выбором может быть кого-то подтолкнет в покупке может кого-то наоборот оттолкнет потому что в принципе по своей схеме катушечка очень неплохая и ну как я думаю будет служить очень долго потому что все подшельники стоят именно там где они должны стоять все прекрасно ссылочку на катушку я естественно оставлю внизу в описании под видео может быть кому-то пригодится потому что мы в целом-то катушка неплохая действительно за 2000 с копейками катушка с бесконечником это не самое плохое вложение денег особенно если есть у вас возможность ее перемазать и привести ее божеский вид если какие-то будут проблемы на забросах то есть после испытаний естественно я напишу потом позже в комментариях ну а если никаких проблем не будет то вы это увидите в каком-то моем ролике о рыбалке так друзья получилась вот такая штука то есть я снимал этот ролик с разбором и мне срочно пришлось ехать на рыбалку я ролик снял но не монтировал и вот с этой катушка именно я уехал на рыбалку на три дня три дня я на нее рыбачил вот уже видно будет по плетенке то есть плетенка как видно выцвела местами то есть все испробовал испытал и теперь с уверенностью могу сказать за три дня на катушке несмотря на то что намотка вот такая же как и было осталось ни одного сброса петель не было то есть прекрасно с этой катушкой я отрыбачился причем рыбачил на большие веса рыбачил на тирольскую палочку веса были от 40 грамм до 60 ну средний вес которым я рыбачил был 50 грамм то есть кидал плюс учесть что горная река большое сопротивление катушка все прекрасное выдержала как видите прекрасно работает все крутится так что катушка себя полностью оправдала и вот эти провалы никаким образом не сказались то есть но я не заметил чтобы что-то мне мешало ни одного сброса не было намотка также осталось на очень хорошем уровне что все прекрасно вот так получилось что сразу я ее и в бой и испытал поэтому считаю обзор теперь полностью будет у нас со всеми параметрами с испытанием и так далее так что вот такая катушка на этом на сегодня все до свидания всем удачных рыбалок удачных покупок до новых встреч